привет привет вот приехал виктор к нам в гости праздновать новый год будем вместе напьемся до свинячьего визга ну проходи заходи садись знакомься видишь мы сменили это у нее характер еще не сформировался да у него же такой тут сформировался характер чем заняться будем заниматься дженгой что-то личное нет вот ты что не видишь лишь где ты увидел что-то лишнее вот и все кто первый ходит что твой герб орел-решка называется значит у тебя все ты первый поехали ну вот первый ранду раунд у нас закончился проиграл виктор ну не повезло потому что его был очередной ход если бы был мой я тоже там уже она еле держалась эта башня ты проиграл да я не выиграл ты про и просто ты проиграл ну мы сделаем 2 раунд для хорошего это если будет ничья будет 3 кирова всем привет каналу 3 по нации я сегодня зашел на новый год своим родителям мы сегодня все семьей в сборе и я вас всех приглашаю завтра пойдем посмотрим на елку пойдем погуляем в центре конечно сходим вот поэтому завтра приходите все погуляем а теперь еще скажи что у этого человека свободное сердце и девушки отделы вот так у меня кстати и где это его год это год мамы это год виктора поэтому поэтому я вас завтра ждем гости пойдем на главную елку и погуляем и это мой дядя он меня учил английского я помню да было когда-то было да я помню я был вот таким скетом я не знаю сколько мне было лет лет года четыре наверно или пять ну да нет наверно больше скорее всего может где-то так может перед школой на хуторе были да и я помню или перед школой когда-то мы там ходили ты знаешь я помню ты меня учил рисовать звездочку вот ты может не вспомнишь я не знаю какую какую просто советскую звездочку ты меня учил рисовать и конечно ну да и сейчас ты нарисую шестикалечный звезд а эту еврейскую ну то проще было все с этим человеком я узнал самые первые слова на английском поэтому я как раз то время приинтересовался до близким при том компьютеры и программированием все это помню от виктора вот потому что у меня тоже появился компьютер очень рано ну сравнительно с другими ребятами одноклассника бак поменял скажи это большая где-то бак он как-то малинкой покурить малинкой как-то малинкой попробуй а шо шо он начал брать в ларочек ходишь я уже там два раза был но в любом случае это лучше потому что в сигаретах есть смолы есть вот это ты краска все остальное в случае я думаю что это лучше все я поехал обратно и жду родителей завтра в гости поэтому увидимся завтра веду родителей на елку смотри сколько людей здесь один самолет впереди добрались мы наконец-то до центральной елки первый день нового года вот такая надо зафотографироваться так вот вставать а ты чего из кадра выскочил круто снимает гоу-про вообще были потемки главное на елке на елке отметились да да фотографии в инстаграме за инстаграме и можно и можно уже опять домой что-то что-то на родину глинтвейна не хочешь? нет смотри сколько тут а? не хочу не хочешь? согреешься как раз не хочу а то тебе нельзя мне нельзя переохлаждаться перехлаждаться тебе нельзя мне нельзя а в глинтвейне там нет алкоголя есть он же испарился при печенье что здесь кофе делают мы ушли с площади где все смотрят елку ушли во двор на пейзажную аллею и здесь все попроще чай тот же глинтвейн и очередей нет да и очередей нет и елка вот там есть маленькая все то же самое вот смотри какой чай а ты ж такой не любишь чай ну ты можешь обычный это облепиховый цитрусовый определитесь а мне как раз и горячий шоколад и еще с молоком да и еще энергетично сидишь да ну все давай камеру тогда ты любишь поданцевать? да давай спасибо что ты что ты снимаешь? нет хорошо Саша предложил зайти на площадку вот где церковь ну там там может быть охрана она закрыта да ну можно посмотреть если закрыта мы обычно туда лазили пролазили там очень классная панорама панорама на город если у нас получится на эту лестницу пролезть ну я думаю что сейчас все бухие новый город не заметит нас может не будем рисковать да может и не будет там нечем рисковать чтоб нас словили забрали в отделение да если бы вы еще были более такие экстремальные я мог бы вас повезти на вот эту крышу там тоже офигенный вид но там нужно лезть по пожарной лестнице нет спасибо вы не болели нет вот там вот на вот этой крыше офигенный вид на я по лестнице еще полез бы но увы туда не полезете сейчас еще и мокро по пожарной лестнице я когда-то лазил на геодезическую лестницу ну геодезическая вышка и лестница такая ну металлическая но вся проржавевшая до средины до леса и дальше нету периода вот именно без страховки лезть а вдруг ты ее взялся а она потом под тобой оборвалась а про прогнила ну сегодня не твой день да каждый штучку пробуешь или твой день круто юмора да да черный юмор ну посмотрим здесь лестница на ремонте вот да нужно пробраться клеенку эту клеенку пробраться а ты что так а тут тут где-то вход должен быть сейчас и зайдем а вот охранник все не пройдешь охранник да 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 все это с этой площадки тут должно быть очень красиво надо под ноги смотреть да потому что тут уже в основном строительные работы закончены лестницу делает вот и возможно скоро откроет для посетителей ну может не так еще и скоро вот наконец-то мы на площадке вот какая красота если прожекторов выключить тогда могли бы посмотреть да ты что панорама просто ну да в общем из-за прожекторов на эту церковь мы не можем увидеть панораму да как бы их закрыли да сюда нужно приходить днем но в любом случае прикольно что ну давай обойдем это Андреевский спуск да да вот как раз не знаю что там будет видно или ничего не будет видно ну а это туда уже это подол или как заканчивается туда уже подол ну все спускаемся уже посмотрели конечно красиво было бы посмотреть днем ну все спасибо большое доброго оказывается архитектор этой церкви расстреляли а я и не знал а кто это такое так как знаешь какой-то шутки было что архитектор расстрелян 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 да и еще Мариинский дворец так же он проектировал да его так же уже вечность пытается реставрировать вот я как только приехал в Киев это было лет 15 назад его тогда реставрировали и еще до сих пор не закончили раньше была когда еще она не остановили на реставрацию а здесь и внутри была там так тоже тихо спокойно и ходила вот вокруг церкви там по террасе красиво очень и летом была днем было очень хорошо все видно такое кто вот ощущает это этические разные есть да духовные обители вот она тихая спокойная очень наполненная насыщенная такая есть много храмов но они различаются по энергетике вот Андреевская церковь она благословена честный факт ну кто это понимает но я для себя просто вынесла потому что я была в Печерской лавре там более так мощно и ну тяжело может из-за того что очень много людей вот именно она как-то тягает чего-то немножко да 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 нету нету такой воздушности легкости или еще чего-то а здесь я зашла и почувствовала спокойствие умиротворение одно слово которое находится это благость кто понимает тот поймет кто знает Саша расскажи что это за театр я понятия не имею потому что сколько я здесь хожу я впервые это вижу хотя хожу прохожу эту улицу очень часто нормально я впервые вижу что здесь построили такой кубический театр вот я посмотрел тоже по телевизору показали черное вот это такое если бы родители не увидели по телевизору я бы еще долго не заметил да ты что а вот лестница на гору это какой-то архитектор придумал мне нравится тебе нравится да мне нравится кубизм ну не до такой же не до такой же степени ну не знаю там ну к сожалению темно ничего не видно но ну что это архитектура ну да это офигительная архитектура нельзя нельзя делать ну не надо копировать ну куда вот это куда оно что мне нравится да ты что Саша ну а тебе не нравится тут тут видела какая церковь какое все это и посмотри на фоне вот это как она смотрится кубизм вот именно смесь стиля и мне нравится кубизм каждому свое да